В Московской области полным ходом идет реализация федерального закона 2016 года о независимой оценке квалификации. В апреле в Доме правительства состоялся форум о кадровой перезагрузке в системе ЖКХ. Созданы два центра оценки квалификации специалистов в Химках и Балашихе. Аттестационными площадками для них были выбраны образовательные учреждения в Одинцово. Одна из них разместилась на базе Одинцовского кампуса МГИМО. Возникает такая некая дилемма, все-таки учиться или нет. Так вот, по мнению министерства ЖКХ и вообще правительства, и те обращения граждан, которые к нам поступают, мы говорим о том, что, безусловно, повышать квалификацию наших сотрудников, еще раз говорю, наших, это коллеги, те люди, которые занимаются в нашей сфере. Безусловно, необходимо. Входят новые федеральные законы, требования. Мы с вами жители, мы тоже очень требовательные. Мы хотим, чтобы нас обслуживали профессиональные управленцы. Сотрудничество с министерством ЖКХ у нас началось еще в 2016 году. Мы подписали соглашение и в течение этих двух лет провели ряд мероприятий, семинаров, обучающих программ для специалистов, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Сегодня мы впервые проводим экзаменационную сессию и аттестацию специалистов, руководящих уровня системы жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В первый день работы аттестационной площадки в МГИМО экзамен сдали 30 специалистов. Это главные инженеры управляющих компаний, в том числе муниципальных УЖХ и Одинцовская теплосеть. Задание состояло из теорий и практики. Работу специалистов оценивали независимые эксперты регионального и федерального уровней. Сама система прохождения независимой оценки, в принципе, распространяется на всех сотрудников, на как рабочие кадры, так и инженеров, соответственно, управленческий состав, те наименования профессиональных квалификаций и комплекты оценочных средств, которые утверждены на федеральном уровне, уже позволяют пройти такую оценку, по более 150 профессий. Люди, работающие в системе ЖКХ, должны быть подкованы не только в теории. Большая роль в оценке знаний отводится практическим навыкам. В Одинцовском районе в системе жилищно-коммунального хозяйства трудится свыше 5000 человек. Подтверждение квалификаций пока можно пройти по желанию. Работники во всех управляющих компаниях муниципальных имеют значительный опыт работы. Все руководящие должности занимаются только при условии наличия опыта, высшего образования, профильного. И, соответственно, все эти работники в обязательном порядке проходят дополнительное обучение. Рабочие специальности также подзбираются из слесарей, которые специализируются именно в этой области, электриков, которые имеют опыт обслуживания электроустановок и необходимые допуски. Вторую аттестационную площадку на базе предприятия «Лифтек» открыл руководитель главного управления Московской области государственной жилищной инспекции Вадим Соков. Здесь экзаменовали сантехников и электриков. База «Лифтека» позволит не только аттестовывать специалистов, но и обучать. Мне приятно, что, во-первых, мои коллеги, я сам строитель по образованию и всю жизнь в стройке в эксплуатации работаю. Поэтому, что современные рабочие будут учиться в хороших классах, которые имеют хорошее оборудование. И самое главное, что жилищно-коммунальное хозяйство, значит, уже началась хорошая перезагрузка. Экзамен состоял из двух частей. Это практическая часть. Они должны были ответить на вопросы, которые им задали, выбрать правильный ответ. Ну, это примерно что-то похоже, как в ГАИ издают. Точно так же они проходили. Если они не ответили на вопросы в количестве трех, то этот человек не проходит дальше на практическую часть. Один из них так вот и получил, к сожалению, человек из Воскресенска. Он мне ответил, практически не был допущен до экзамена, теоретически не был допущен до практического экзамена. Но у него есть право еще раз, забесплатно, скажем так, приехать к нам сюда и повторно провести свою аттестацию. В системе жилищно-коммунального хозяйства представлены свыше 140 специальностей, а всего в Подмосковье в этой сфере трудится более 130 тысяч человек. Независимая оценка квалификации направлена на повышение качества и производительности труда в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а с 2020 года ее прохождение станет обязательным. Мария Подъепольская, Денис Харламов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».